Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал, ставите лайки. Также подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также пишите просьбы на те видео, которые для вас являются более интересными и актуальными. Итак, сегодня тема моего расклада. Это будет второй расклад Бешимбаев. Дело об убийстве Салтанат. Здесь я буду смотреть такие позиции. Итак, первая позиция это отношение Бешимбаева к своему судебному процессу, вообще к процессу судебному. Что на самом деле он чувствует? Дальше. Есть ли у него страхи вообще? Он чего-то опасается. И есть ли у него страхи? Дальше. Работа адвокатов Бешимбаева. Работа адвокатов Бешимбаева. Дальше. Верит ли Бешимбаев свою победу? Верит ли он свою победу? То, что ему удастся избежать серьезного тюремного срока. Следующее. Все-таки хочу посмотреть шестую позицию. На чьей стороне судьи? Это на стороне потерпевших родственников? Родственников. Или все-таки они на стороне Бешимбаева? Итак, и на чьей же стороне будут... На чьей стороне судьи присяжных, их позиция? На чьей стороне? На стороне салтанат? Или на стороне... Так, не помещается. Или на стороне подсудимого Бешимбаева? Давайте посмотрим. Отношение Бешимбаева к судебному процессу вообще. К судебному процессу над ним. Вы знаете, во-первых, он очень хорошо сотрудничает. И здесь, конечно же, у него то, что он влиятельный человек и принадлежит к элитам общества, это бесспорно. Потому что здесь у нас, понимаете, вот посмотрите, что происходит. Наполеон раздает кому медальку, кому мышку. Понимаете, здесь у нас также сотрудничество и старший аркан умеренность. Он, знаете, во-первых, он очень много льет воды. Он сотрудничает, скорее всего, с адвокатами, с теми людьми, которые ему дают грамотные советы, что ему нужно говорить, как ему нужно говорить. Он хочет вызвать у большинства людей некую такую симпатию именно к своему такому бархатному спокойному голосу. Он всем пытается доказать, что он достойный человек. Просто он вот так вот попал в такую сложную ситуацию. Его спровоцировали, ну якобы, да, его спровоцировали вот на такие эмоции. Отношение к судебному процессу, то, что все несправедливо, опять-таки, по отношению к нему. Но вот здесь, в этой позиции, я уже хочу сказать, ну он действительно спокоен. Он действительно спокоен. Ну давайте посмотрим, есть ли у него вообще страхи. Старший аркан император. Королева мечей. Да, у него есть страхи, конечно. У него есть страхи, что он может получить реальные сроки. Он, конечно же, боится. Он хочет спрятаться, именно спрятаться за, ну, за свою семью. Чтобы его семья, его отец, его родные и близкие его не покинули. И, в общем-то, все сделали для того, чтобы он не получил пожизненное заключение. Я бы так могла сказать. Дальше. Работа его адвокатов, Бешимбаева. Ох, ну они прям стараются. Ох, они как стараются. Ох, они как стараются. Они, конечно же, стараются. А самое, что страшное, они хотят выставить именно погибшую, Салтанат, в неприглядном виде. Понимаете? Они все делают. И также, уж не знаю, но, слушайте, они имеют... Эти люди адвокаты. Они также сотрудничают со следствием и с судьями. Я это вижу, что они сотрудничают. Понимаете? Они все делают для того, чтобы Бешимбаев не получил реального срока. Верит ли сам Бешимбаев свою победу? Давайте посмотрим. Так. Карта Суд. Карта Старший Аркан Смерть. Одни Старшие Арканы. Во всяком случае, вы знаете, он так по ним... Он так для себя решил. И он, по всей видимости, это также сказал, возможно, своим родным. Если только он получит реальный срок, это пожизненное, он жить не будет. Он жить не будет. Поэтому он просто психологически давит на своих родных и близких, чтобы они все сделали. Все сделали для того, чтобы он не получил реальный срок. Ну, давайте посмотрим. Он верит. Он верит и надеется, что все равно его семья каким-то образом продавит эту ситуацию. Давайте посмотрим, получит ли он реальный срок. Получит ли он реальный срок. Так. Он этого очень боится. Но, смотрите, я не вижу, знаете, смотрите... Я не вижу, чтобы это было пожизненное. Я не вижу, чтобы это было пожизненное. Но это может быть вот... С одной стороны, здесь, знаете, может быть так. Затягивание судебного процесса для того, чтобы он подольше посидел в СИЗО. Ну, давайте посмотрим, на чьей стороне судья. На стороне потерпевшей. На стороне потерпевшей. Так. Ох, как здесь сразу старший Аркан Луна. Это говорят... Говорится об интригах. О предательстве. О каком-то тайном сговоре. О подкупе. Здесь, смотрите, старший Аркан Луна, старший Аркан Звезда. И все-таки я хочу сказать, что... Я не вижу, чтобы судьи действительно были беспристрастны. Они, конечно же, активны. И показывают... Вот если бы этот процесс не был бы показательным, все бы было гораздо проще. То есть там бы на раз, два, три Бешенбаева просто оправдали. На самом деле, девочка, убитая Салтанат, оказалась непростой. Поэтому и здесь очень громкое вот это дело. На, как говорится, на весь мир. Весь мир смотрит. Но я вижу здесь подковерные игры и тайны. Так. Ну, давайте посмотрим. Дальше. Так. Судьи присяжных. На чьей будут стороне? Вы знаете, что я могу сказать? Я все равно вижу, что идет какое-то прям такое впечатление у меня, что идет затягивание процесса специально. И здесь очень много обсуждается каких-то деталей, связанных с неправильным поведением именно самой девушки погибшей. Понимаете? Именно Салтанат. Так. Их отношение к Бешенбаеву. Да, с одной стороны, они хотят, чтобы он был заслуженно наказан. Но и с другой стороны, знаете, здесь такое вот, как сказать, и с другой стороны, знаете, что я вижу вообще в этой всей истории? Я не хочу, конечно, обидеть, но мне показывают именно мои карты так, что эти люди подкупают всех. Именно семья Бешенбаевых. Они не жалеют денег. Они вообще не жалеют денег. Послушайте, в моем первом раскладе, я делала его в декабре, я вообще не знала эту историю. И, конечно, я неправильно произносила имя девушки Салтанат, имя Бешенбаева, подсудимого. Но очень много вот по этому поводу было замечаний, прям комментарии за комментариями. Всех мои помощники послали в черный список и удалили эти комментарии. Не надо меня учить ликбезу. Вот сейчас что я вижу? На данный момент в этой ситуации могут тоже, как сказать, тут быть хейтеры и с чем-то не соглашаться. Я вижу эту ситуацию, что все, буквально все коррумпировано. Все коррумпировано. И вот как-то так складывается, что семья Бешенбаева, она не просто семья богатых людей, которые принадлежат к элитам. Эти люди действительно имеют влияние. И может сложиться вот так, что на самом деле действительно убитую будут осуждать. Многие будут осуждать ее, как-то будут стараться очернить. Простой народ нет, конечно. Он на стороне потерпевших. Ну и не только простой народ. Я вижу здесь вот какие-то вот очень много подводных камней. Очень много. И то, что я видела в первом раскладе своем, я видела, что он как-то старается избежать реального срока. Он все делает для того, чтобы девушку опорочить. Выставить ее в какой-то вот такой вот неприглядном свете, неприглядном виде. У этого человека нет ничего святого абсолютно. Абсолютно нет ничего святого у Бешенбаева. И этот человек, сам Бешенбаев, он манипулятор. Он настолько, понимаете, это вот человек, который принадлежит к золотой молодежи. Он с детства привык быть около золотой кормушки. Поэтому для него вот он, если что-то захотел, он должен это получить любой ценой. Понимаете? Вот любой просто ценой. И его таким воспитали. Он продукт воспитания своих родителей. Хотели ли родители, чтобы он стал убийцей? Нет, конечно. Нет, конечно. Они не хотели, чтобы это вот именно так выглядело. Но, имея такие огромные деньги, вы знаете, я не вижу, чтобы они зарабатывались на нашей земле честным путем. Именно шахтерам разве платят миллиарды и миллионы? Нет, конечно. И когда в первом раскладе я сказала, что семья Бешенбаевых собирает деньги, и там с каким-то таким сарказмом, что по сусекам собирают? Да не по сусекам они собирают. Они собирают свои деньги, которые у них есть, огромные, для того, чтобы всех купить. Вот и все. Если к данному раскладу есть комментарии, пишите. Берегите себя, берегите своих детей. Всего вам доброго.